всем добрый день вы на канале хочу жить сочи и я продолжаю вас знакомить со своим ритуалом красоты сейчас мы поговорим о декоративной косметики что лично я использую что мне нравится так начнем пожалуй с праймеров под макияж они бывают двух видов увлажняющие сияющим эффектом и матирующие с матовым финишем у меня два хайла два праймера получается бренд clorans первый идет сос праймер отлично увлажняет течение всего дня придает сияние прям такое жемчужное сияние очень деликатно но при этом кожа ровная гладкая визуально матовый праймер отлично просто матирует течение всего дня способствует сужению упор расход очень экономичные несмотря на то что идет объем 20 миллилитров его очень надолго хватает стоящая вещь по тональным средствам на каждый день если использовать то это опять же cloran skin illusion самый наверное лучший легкий увлажняющий тональный крем на каждый день он идет пипеточкой принципе расход экономичный текстура легкая покрытие у него все выравнивает скрывает но как эффект обнаженной кожи то есть на каждый день это идеальный вариант объем 30 миллилитров у меня оттеночек 107 без затем еще я вот попробовала корейское средство это биби крем защиты spf 35 тоже легкие но при этом все неплохо выравнивает хорошо держится и в лично для меня немаловажно что идет spf 35 объем 30 миллилитров по цене я его покупала в районе 500 600 рублей в летуаль если мне нужно вечерний макияж либо для фотосессии для съемок для каких-то встреч я использую вот такой уже cloran everlasting к устойчивый тональный флюид него матовый финиш стойкость течение всего дня идеальная то есть все выравнивает и держится просто отлично по пудрам по пудрам у меня две пудры это майка forever рассыпчатая пудра из серии hd очень легкая просто выравнивает финиш можно сказать финиш макияжа обеспечивает матовость и финиш макияжа и затем мне очень нравится от лореаль несмотря на то что тоже ее цена в районе 500 рублей вот такая пудра из солнечной коллекции именно у нее идет защита spf 30 вот для меня это важно чтобы еще и защищала так как ультрафиолет в сочи он повсюду даже в зимний период а сейчас сезон активного солнца она вот так выглядит в одном оттенке вообще продается то есть транспарантная на зеркало спонжик вот это кстати тоже транспарантная на прозрачная белого цвета никакого оттенка абсолютно не создает затем мне очень нравятся кушоны у меня их два один идет dior dream skin чем они мне нравятся тем что защита spf 50 идет также вот для меня это очень важно защита от ультрафиолета плюс очень удобно брать с собой выглядит как пудра при этом подушечку промакиваете спонжиком и наносите мне нравится брать с собой так как течение дня можно поправить макияж быстро и плюс еще защитить свою кожу у меня идет dior 020 оттенок clorans cushion он идет полегче по текстуре более увлажняющий оттенок 107 у меня песочный также я использую хайлайтеры конечно крайне редко но все же они должны быть вот такой у меня хайлайтер есть сода вообще недорогой покупала в летуаль вот такой жемчужный цвет по текстуре очень прям такой приятные мелкие не сказать что это вот просто масс-маркет как будто текстура люкса затем у меня есть вот такой еще хайлайтер это das of colors бренд американский это уже на лето вот такой бронзовый под загар надолго хватает тоже очень классная текстура покрытие и румяна я использую вот такие вот clorans вот такой оттеночек розовенький розовенький он всегда нужен хорошо освежает то есть это естественный наш румянец тени для век я использую крайне крайне редко у меня есть вот такая палетка dior и здесь вот там два-три светлых оттеночка то есть такой же мчужные розовато-жемчужные золотистый и два темные оттенка можно использовать как стрелочки либо в уголках либо для смоки но это очень крайне редко я такое наношу также 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 у нас идет вот такая подводка ревлон поскольку тушь я использую темно-коричневого цвета так как у меня светлые волосы я блондинка блондинкам очень красиво коричневые туши подводки карандаши на каждый день если использовать для вечернего макияжа только я использую черную тушь такая подводка очень удобный фетровый аппликатор ее надолго хватает объем здесь просто большой два с половиной миллилитра она у меня давно она не засыхает отлично держится классно наносится удобная тушь для ресниц у меня clorans опять же идет супра вольюм она отлично с первого смаха придает шикарный объем ресницам цвет темно-коричневый такая щуточка не склеивает реснички и тушь долго не засыхает могу сказать затем средства для бровей это наверно одно из самых демократичных средств моей косметички цена вопроса 120 рублей это гель для бровей покупала я в магазине рыжий торговый центр мелодия но несмотря на свою цену не знаю тоже было у меня много гелий для бровей вот этот примеру мне очень понравился удобная щеточка цвет приятный коричневый и текстура ну что немаловажно цена это российское производство поэтому наверно такая стоимость карандаш для бровей у меня clorans очень мне нравится оттенок 02 light brown уже заканчивается он идет с растушевочкой чем он мне нравится в составе карандаша идет сразу воск то есть он и рисует и фиксирует цвет очень тоже приятный натуральный не рыжий не серый то что нужно так по карандашам еще есть у меня вот такой красный карандаш шанель номер 57 красные помады конечно пользуюсь не часто но тем не менее он должен быть в любом случае в косметичке под красную помаду а красная помада у меня идет clorans опять же вот такая мат вельвет не сушит губы абсолютно матовый финиш стойкое покрытие и классные вот оттеночек именно классический красный также у меня есть карандаш шипка от clorans для губ номер 05 он ягодного цвета его можно наносить и на все губы либо как контур под помаду под натуральную какую-то карандаш идет составе с маслами он не сушит губы и он очень стойкий он очень классно держится в течение дня из-за помад на каждый день это das of colors жидкая помада матовый финиш натуральный оттеночек беж под цвет губ тоже очень нравится мне комфортно на губах просто супер das of colors и по консилерам под глаза у меня их два живанши оттеночек 02 и в сен-лоран оттеночек 01 с они идут и тот и другой с кисточкой в принципе оба легкие натуральные оттенки приятные по текстуре то есть оба мне нравятся оба достойные варианты то есть живанши и и сен-лоран бальзамы для губ это просто бестселлер вообще какой-то вот один у меня уже просто заканчивается их очень надолго хватает они очень классно увлажняет губы оттенки все натуральные естественные идет вот такой аппликатор губочка можно наносить вообще просто без зеркала супер бальзамы просто я без них вообще не могу существовать есть вот такой у меня оттенок 05 и на зиму я использую 08 очень классный оттенок он кажется темным на самом деле на губах он тоже полупрозрачный такой вот зимний вариант и куда же без кистей для макияжа они тоже должны быть у меня это набор clorans очень крутые кисти и синтетический ворс он очень износостойкий надолго хватает главное правильно ухаживать у меня есть кисть для пудры такая объемная пушистая кисть для румян очень нравится то что она скошена именно текстуру набирает немного то есть столько сколько нужно расход то идет экономичные средства кисть для тонального средства плоская тоже тональное средство наносится очень классно такой кистью и кисть для теней для растушевки теней на этом наверно все мой обзор декоративной косметики если вам было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч всем пока пока пока